Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии прохождения Medieval Dynasty. Сейчас я держу путь на кухню, нужно немножко стабилизировать ситуацию в нашем поселении. А конкретнее мы очень сильно просели по пище, за кадром я набрал им 11 или 10 ведер воды, что-то около того, сложил. После серии про декорирование я все сложил в сарай, значит теперь у меня инвентарь полупустой, здесь только еда, которую я сейчас буду готовить и как вы видите ограниченный вес я включил обратно, чтобы было все честно и по чесноку. Значит выбираем котел, далее нам нужно приготовить, а что же нам приготовить? У нас теперь есть мясо на похлебку и кажется у нас там был лук. Так, я сгонял еще за лучком, а ну-ка освободи место, сейчас я буду жарить мясо, сделаю лук, я как раз там сбегал за ним и сделал еще деревянные чаши. Нам нужно 61 кусок сделать, ничего себе. Восполним нашим поселенцам запас провизии, а то совсем что-то мы за ними следить перестали. Далее выбираем котел, другое и рецепт с луком разблокируем и 61 мясо с подливой у нас, 61 порция, ничего себе. Я лук высаживал именно ради этого, ради разнообразия пищи. По профиту, насколько я помню, у нас супы и похлебка лидируют вообще в принципе. А ну-ка взять капусту, взять мясо, котел, супы. Не понял, я же только что мясо подобрал, какой-то нет? И 57 порций похлебки, ой, как хорошечно. Давно не кушал, сейчас бы сам с удовольствием похлебочка бы втетерил. Ну а вы если кушаете или пьете чаек, кофеек, вам конечно же приятного аппетита. И тут же мы разблокировали новое здание, кухня 2, замечательно. Давайте-ка плетеный ящик с вами выкинем, в него поместим похлебку и мясо с подливой также. У нас еще остается одна капуста, всего лишь 15 мяса и куча лука. А здесь сколько капусты? 151 единица, кажется мы можем сделать еще. Хотя оставим эту часть урожая на потом. И отнесем это в наш импровизированный холодильник в житнице. Мясо с подливой и похлебку почти целиком, сейчас себе оставим чуть-чуть, 8 штучек. А вот это все добро мы скидываем вот сюда. Рассимир у нас перекусил, теперь он полон сил. Вот такой вот каламбур, лишнее мы обязательно скидываем сюда, чтобы это все не таскать. Слишком много всего, а зачем я взял деревянные флаконы? Наверное я хотел их продать. Вполне себе возможно. Сменился сезон и что-то какие-то такие у нас цифры. По ресурсам 6 тысяч килограмм суммарно с трех хранилищ мы можем заполнить. И при этом у нас, кажется, нет косы, да? Мы немножко просели по инструментам, но это не беда. Гниль у нас появилась, что-то, видимо, прокисло где-то, я не уследил. Здесь у нас что? Черепа, корзинки, глиняные горшки я сделал для декора, но не стал их применять пока что. По глине 14 штучек, веток по-прежнему дополна, бревен тоже, один флакон, тарелки, чаши, это все понятно. Досок 356. Нормально. Так, известняк 47. Ой, так мы скоро утеплим остальные дома потихонечку. 122 камня маловато. Ну и в остальном меня интересует, что же у нас ржаное зерно. 46 штук. Овсяное зерно. Видимо, у нас еще наша долибора урожай в зерна не начала переделывать. Как-то... Давайте прогуляемся, солому 800 единиц. Нормально, идем. Бублик, погнали со мной посмотрим, что там делают наши рабочие. А они столпились. Ну, конечно. А почему вы столпились? Что происходит? И почему вы не засеяли вот это поле? И вот это? Видимо, у вас кончились инструменты, да, ребятки? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас во вкладке управления. Ой, дерево технологий. Нам тут открылась кухня. Да, нам открылась кухня. Замечательно. Теперь мы можем печь хлеб и делать пшеничный рулет. Но я пшеницу, к сожалению, пока что не выращиваю. Зато теперь мы вполне себе можем после сбора урожая моркови и свеклы делать овощной суп. Ближе к делу все эти рецепты посмотрим. А во вкладке управления зайдем вот сюда. Что у нас тут по еде? Три тысячи. Три тысячи у нас есть. Триста шестьдесят три тратим ежедневно. По воде цифры шикарные. По дереву цифры вообще куда? Ух, какие! Не зря утеплял те дома. Вообще теперь расход значительно уменьшился по добыче. Дровяной сарай. Что у вас не так? Нет инструмента. Вам нужны топоры. Колодец. Тут не назначен работник. Ничего страшного. Здесь что? Здесь просто ничего не назначено. Нет работника. Ну ладно. Вот так вот выставим. В шалаше землекопов все в порядке. А вот фермерский сарай. Что тут? Нет материалов. Нет материалов? Как это нет материалов у вас? Все, что вам нужно сделать. У вас нет удобрений, ребята. Я понял, чего вам не хватает. Придется сейчас скупать все, что есть. И амбар. Нет материалов. Ну конечно. Также у нас на карте за смену сезона образовался какой-то... Вот он. Ежерица, видимо, как-то так она правильно называется. И это у нас Вестник Короля. Он должен нам дать какой-то квест. Хотелось бы на него посмотреть. И на квест в том числе. Но для этого, чтобы мы с Бубликом полноценный круг по карте сделали... У нас освободилось же два дома, получается, да? Вот я еще там третий достроил. Три дома у нас сейчас пустуют. Нам нужно закупить инструмент, удобрение и навестить Вестника этого Королевского. Что ж для этого мы сделаем? Наверное, сейчас магией монтажа я скрафчу какие-нибудь глиняные или деревянные флаконы. Кучу-мучу всего, что только могу унести. И мы отправимся в кругосветку по карте, попутно нанимая жителей в новые дома, назначая их на какие-нибудь активности. Например, 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 нам нужно еще пара человек точно. Для чего мне кажется уместным. Поскольку у нас сколько человек? Один у нас в кухне может работать номер два. Давайте-ка глянем сразу. Здание, производство... Нет, не та вкладка. Производство и кухня номер два. Ремесленная постройка. Работники готовят здесь различные блюда. Внутри есть каменная жаровня, котел и печь. Вместительнее и прочнее предыдущих версий. Ну, версия предыдущая у нас всего одна. Тем не менее, здесь могут работать уже два человека. А во вкладке охота у нас охотничий домик номер два вмещает в себя аж четырех охотников. И мне кажется уместным, опять же повторюсь, нанять еще парочку человек. И одну семью целиком назначить охотниками, а вторую семью целиком назначить поварами. И в следующей, может быть, серии мы сделаем такой же декорированный домик. Пригородную дачу с охотником, но уже вынесем ее, может быть, где-нибудь в том направлении. Ой, а яблоньки-то у нас тем временем растут потихонечку. Как приятно. Ну и пока не забыл, отвечая на вопрос, почему я не декорирую все здесь. Элементарно, мне не хватит сейчас ресурсов. Даже наше пригородное поселение вот здесь, ну, не особо оно и пригородное. Блин, опять с курсором, опять переключился на ОПС. Ну, в общем, даже наше поселение землекопов и дровосеков вот здесь оказалось значительной степени затратным на ресурсы. Мне понадобилось много дерева, много досок, много камней. Особенно много веток на заборчики на эти маленькие. Плюс еще льняные нити, кожа, ткань, всякий мелкий декор, цветочки, всякое такое. И сейчас такую большую площадь мы декорировать, к сожалению, не можем. Поэтому мы подкопим ресурсов и потом постепенно начнем это все дело обносить заборами, тропинками, декором и так далее. Ну, а сейчас с помощью магии монтажа, с вашего позволения, я пойду и накрафчу чего-нибудь на продажу. Ну что, ребятки, я сделал 45 горшков с одуванчиками, 16 глиняных флаконов и 2050 деревянных флаконов. Я сейчас направлюсь в Денику с Бубликом, аккуратненько схватим и неспешным позитивным маршем подсокаем в сторону Деники. В Денике я подключусь предварительно, продам всякое, все что могу и посмотрим, может быть есть там кто-то из людей. Я не туда поехал или туда? Ну-ка. Да нет, туда. И уже в Денике глянем, есть ли у нас какие-нибудь люди, которых мы можем нанять. Такие пироги. Так, ребятки, я подключился, открываем сёдельную сумку у Бублика и это наши покупки на сегодня. Немножко льна, стебли льна, удобрения, навоз. Итого у меня еще лежит где-то что-то в виде, да, 20 килограмм удобрений в карманах ношу с собой. И 4239 с чем-то там монет. Подходим к костру и тут у нас сидит кто? Бальдомер, хороший охотник на троечку у него тут. И Конрад, хороший охотник. Ой, как полезно. Давайте наймем Куберту и Бальдомера. Я создаю новое поселение и ищу людей. Отлично, увидимся там. Куберта. Отлично, увидимся там. Блин, но Конрад, смотрите, у него и добыча на три, и сельское хозяйство, и выживание. Давайте его тоже пригласим к себе в поселение. По домам я их расселил и нам нужно куда? В ежерицу. Ну давайте доедем до туда на Извозчике. Рядушком переночуем возле костра и посмотрим, что там за такой вестник интересный. Едва протираем глаза, сразу бежим. Это, видимо, таверна здесь у ребят. Слушай, ты уже как-то издалека мне не очень нравишься, но тут вот есть рыбак. Повар, который продает пищу, судя по всему, и вроде как пока что ничего. Ну ладно, Мономир, ох, какое имечко-то у тебя, блин, а можно такой же костюмчик, а? Все такое расписное, вензеля у него, перчатки кожаные, ботинки дворянские, ты только на него посмотри, а? Чистенький, опрятный. Здорово, Мономир. Рассимиром меня звать. Приветствую, я здесь по приказу его величества короля Ваямира Первого Бородача. У меня есть монаршее повеление для жителей этой долины. Мы можем у него спросить, сколько вправду лет королю? Не знает ли он случайно, что думает обо мне король? Чего он хочет? И сказать ему, что у нас сейчас нет времени, но это нас совершенно не интересует. Давай-ка, Мономир, рассказывай, чего хочет король. А наш новый король заказал строительство памятников в честь своего отца. Для продолжения ему нужны материалы из его деревень. Мы можем воздать почести нашему старому королю, что тебе нужно? Я буду ждать вашей доставки, если вы не хотите тащить сюда все. Помните, что вы всегда можете оставить вещи в своем хранилище, если оно, конечно же, у вас имеется. И рассказать мне об этом я заберу все позже сам. Слушай, ну у меня сейчас в хранилище что-то должно лежать. Блин, вот курсор меня бесит. Хорошо, спасибо, Мономир. Новое задание, давай захватим небеса. Почему это именно так звучит, понятия не имею. Открываем свой дневник. Испытание, давай захватим небеса. Доставить Мономиру 90 бревен, 50 камней и 30 железных слитков. Пара-па-па-пам. Бревна и камни для нас совершенно не проблема. Выбираем этот квест как активный. И куда же мы пойдем-то? Слушай, извозчик, ты там далеко. Расскажи-ка мне, что там, кто продает у нас железные слитки? По-моему, это было где-то в Хорнице, да? Здорово, дружище, где я могу найти продавца, который занимается производством кузнец? Лестница-Хорница. Так, а где я могу найти продавца, который занимается добычей шахтер? Хорница-Лестница. Да, разница, конечно, велика. Ну, поехали. Поехали сначала в лестницу, потому что дешевле. Бублик, не отставай. Ой, какой ты у меня умничка. Все, нарадоваться тебе не могу. Так, здорово, самогост. Ничего себе, есть юнигост, а есть самогост. Ну ладно, допустим, има для бога. Ух ты, вот это, конечно, 22 года, что ты умеешь? Ну, такое, среднячок уверенный. И у нас там один парень сейчас находится в доме без дамы, да? Так, еще раз, самогост. Ну, со временем-то он все равно подточит свои навыки. Модли бога, давай, самогост, давай. Я этих товарищей расселил, и теперь нам нужно только одну даму еще. На большее нам не хватает жителей. И здесь, где кузнец. Здорово, Теобальд. Покажи мне свои товары. Тысячу лет не виделись с тобой. Ой, а у тебя инструмент же еще есть, мой ты хороший. 20 слитков? Слушай, дружище, может ты как-то... Ох. А я могу слитки делать сам, интересно? Дай мне двадцатку хотя бы. Я там должен тридцать отнести. А че, они так мало весят? Придется в лестнице еще десять слитков брать. Полторашка осталось. Так, а где у вас тут лесоруб? Слушай, отдай мне еще камней. Вот, ты камни продаешь. Гертруда, здорова. Блин, странно. У Гертруду есть железная руда, но нету слитков. Зато у нее есть камни. Где там лесник? Иди сюда. Витамир, здравствуй. Давай мне все свои бревна и все свои ветки. А я тебе сейчас взамен знаешь, что сделаю? Хорошо, я тебе взамен смастерю кучу ножей. Двадцать штук. И еще и копья деревянные тебе продам сейчас. Итак, Витамир, забирай у меня каменные ножи и деревянные копья. А ты не все можешь у меня забрать, да? Ну и ладно, я продам все Гертруде. Больно ты мне сдался. Гертруда, у меня тут есть пачка копий. Нет у меня пачки копий. Вот я... Я ж только что их продал, все получается. А че это меня переклинило так нехорошо? Ладно, Гертруда, спасибо. Здоровый извозчик, вези меня в хорницу. А как у нас тут у людей обстоят вообще дела? Нам нужна одна дама. Я правильно понял? И это будет Освальда. У нее дипломатия. Так она будет нашим торговцем первым. Здорово. Я создаю новое поселение, ищу хороших людей. Ты вполне бы пригодилась. Открываем вкладку управления по-быстрому. Освальда, пустая ячейка. Бам-бам, все готово. Ищем, ищем продавца. Вон у нас продавец-кузнец. А есть ли тут шахтер? Где ты же был? Я точно помню, что у вас был шахтер. И лесоруб, кстати, по-моему, тоже. А вот он, на мир. Здорово. Я был бы безмерно рад, если бы ты продал мне все свои камни. 35 единиц. Спасибо. Как оказалось, я все напутал. И продавца дровосека тут нету. Пришлось сходить за одним камушком и за веточками. Теперь мы можем сделать три ножа. Почему три ножа? Блин, я просчитался. Серьезно? Так, включаемся по новой. Еще немного палок и 14-15 ножей я сделал. И теперь покажи мне свои товары, пожалуйста. Забери у меня все ножи. Что я только что сделал? Блин, дурацкие горячие клавиши. Я купил у него большой лук. Ё-моё. Вот каменные ножи забери все. Ё-п-р-с-э-т-э. Получилось-то нехорошо. И лопату эту деревянную купи. Зачем я ее с собой ношу? Молоток тоже забирай. Блин, зачем мне лук еще один большой? Я хотел себе брать. Да, я, кстати, еще пять сумок купил в предыдущей деревне. Для работников этого фермерского сарая. Так, и тут нам нужно 10 слитков. Одну тысячу тратим. И у нас остается еще на бронзовую, наверное. Что тут по цене, если отсортировать? И мы можем себе позволить две бронзовые косы. Замечательно. Хоть что-то мы можем себе сегодня еще дополнительно позволить. Итого нам осталось 90 бревен и 50 камней. Все они лежат у меня в хранилище. И как бы сделать такой, как бы так, доехать? Это кто? А, денег у меня нету. Ничего у меня нету. Самый хороший вариант это сесть на бублика и докатить до дома. А мог бы на извозчике прокатиться. Эх. Поехали, бублик. Заедем домой. Посмотрим, что там есть. Заложим туда инструменты и железные слитки. И отправимся к этому мономиру. Вот. Примерно так. Такой план. По прибытию домой я обнаружил, что у меня совершенно не хватает инструментов. Кончаются ножи. Топоры. Я вот по 20 штучек сделаю. Лопата там вроде бы в достатке. И думаю, 10 штук еще мотыком сделать. Хотя, тут же есть железные. А ну-ка. Каменный нож. Каменный топор. Лопаты где? 20 лопат. 19 ножей. Почему 19? 20 ножей. 20 топоров. Косы, ведра, сумки. Теперь инструментов хватает. А по удобрениям из гнили и всего-всего, что я там сделал. О, у меня еще 20 единиц навоза есть. Ну ладно, это я потом за кадром скрафчу. Получилось 159 единиц удобрений, блин. И это я еще не все взял, да? Осталось 20 навоза. А я перегружен. Почему я перегружен? Потому что я не выложил лишнее. Теперь мы садимся на бублика. Что ты там делал на дереве бублик? Ты что, древесный осел? Перед дорогой мы заходим в инвентарь. Блин, еще 8 гнили осталось. Пьем, едим, заправляем бурдюк. И отправляемся в ежерику к маномиру, чтобы он... Это кто? Конрад Уберто. Ой, вместе уже сидят. Такое романтика у них там. Все, теперь я готов. Отправляемся с бубликом к маномиру. Скажем ему, что у нас на складе все, что нужно ему, лежит. Ну здравствуй, королевский посланник. Что ты мне скажешь насчет того, что у меня все лежит на складе? Вот все материалы. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что получится. Выбираем. Репутация плюс 505. Все, квест настолько быстро кончился. Ничего себе, бублик. Поехали отсюда, здесь ничего делать. А что ты грушу кушаешь? Ой, а поделись. Ой, ну и ладно, жадина. Мы с бубликом потихоньку выдвигаемся в сторону дома. На этой неделе хронометраж видео я немножечко уменьшу. Не хочется делать их долгими, из-за того, что я просто не успею смонтировать их на этой неделе. Поэтому на этом, я думаю, сегодняшнюю серию мы закончим. Получилось, ну, довольно плодотворно. Наш первый королевский квест, и мы его успешно выполнили. А также убрали дефицит пищи в поселении, и дефицит инструментов также себя исчерпал. Ох уж эти чудные поделки эпохи Палеолита. Ветка, камень, вот тебе и ножик получается. Классная тема. Можно закупать ветки, бревна, и прям возле продавцов крафтить все и продавать. Вот это офигительный совет. Считайте, мы отбиваем так и извозчика, и чуть-чуть зарабатываем сверху. Неплохо. И какая тут красивая местность. Ну ладно, большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. Обязательно пишите все полезные советы, которыми пользуйтесь. Ну а с вами был Павел. Всем вкусного чая и добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok